Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, переговоры с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, которые находятся в России с официальным визитом, прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Только что принято комплексное совместное заявление, сегодня подписан, как вы видели, солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что отношения России и Ирана носят действительно дружественный, уважительный характер. Наши государства всячески стремятся к укреплению многоплановых взаимовыгодных связей и нацелены общими усилиями вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень стратегического партнерства. Договорились с господином Рухани и далее поддерживать между двумя странами интенсивный политический диалог, углублять российско-иранское взаимодействие в различных сферах, прежде всего в экономике. Мы с удовлетворением отметили, что в 2016 году товарооборот России и Ирана вырос более чем на 70%. Это по-настоящему хороший результат, принимая во внимание, что добиться его удалось в условиях нестабильной глобальной конъюнктуры и сохраняющейся волатильности на сырьевых и валютных рынках. В ходе встречи с участием руководителей ведомств и представителей крупного бизнеса были проанализированы возможности для дальнейшего наращивания взаимных товарных потоков и инвестиций, расширения контактов в области инноваций и новых технологий. В этой связи поставлены конкретные задачи перед двусторонней межправительственной комиссией и комиссией высокого уровня в научно-технической сфере. В частности, признано необходимым активизировать работу по реализации дорожной карты сотрудничества в торговле и промышленности. Отмечена важность создания благоприятных условий для встречных поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия, для развития межбанковских связей и использования национальных валют во взаимных расчётах. Обе стороны также высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Особое внимание уделили двусторонним проектам в атомной энергетике. Россия оказывает существенную помощь Ирану в этой области. Причём наше взаимодействие осуществляется в строгом соответствии с международным правом, требованиями МАГАТЭ и с соблюдением всех положений совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы. Построенный Росатомом первый блок АЭС «Бушер» вышел на проектную мощность, стабильно функционирует и вырабатывает электроэнергию для иранской экономики. Ведётся согласование документов для сооружения второго и третьего энергоблоков станции. Россия участвует в развитии других отраслей энергетики Ирана. Выделены государственные кредиты на общую сумму 2,2 миллиарда евро под финансирование строительства теплоэлектросанции «Сирик» на берегу Персидского залива и электрификации железных дорог на севере Ирана. Видим хороший потенциал для расширения взаимодействия в нефтегазовом секторе. Ведущими российскими компаниями достигнут ряд важных договорённостей по освоению крупных месторождений углеводородов в Иране. Наши государства сотрудничают в рамках форума стран-экспортеров газа, координируют усилия для стабилизации мировых рынков нефти. В ходе переговоров обсуждались пути расширения кооперации в машиностроении, в сфере гражданской авиации. На повестке дня возможны поставки в Иран современных среднемагистральных самолётов типа «Сухой Супер-Ж-100», а также вертолётов для санитарной авиации страны. Договорились с иранскими партнёрами всячески поддерживать развитие прямых связей между регионами двух стран, провести до конца этого года в Астрахани российско-иранский форум межрегионального сотрудничества. Большое значение России и Иран придают наращиванию взаимодействия в области культуры и образования. В десяти иранских университетах созданы кафедры русского языка и литературы. В текущем году иранской стороне выделено 92 стипендии за счёт средств российского бюджета. Ещё 82 иранских студента поступили в ВУЗы России на платной основе. Расширению контактов между людьми способствует соглашение об упрощении условий взаимных поездок граждан двух стран. Только в прошлом году количество выданных иранцам российских виз увеличилось на 73%. Уверен, что реализация подписанного сегодня соглашения о безвизовых групповых поездках обеспечит дополнительные условия для активизации туристических обменов между нашими странами. Естественно, на нашей встрече с господином Абрухани затрагивались и актуальные региональные международные проблемы. Отмечу, что позиции наших стран по многим вопросам мировой политики довольно близки. Считаем важным и далее укреплять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Россия и Иран координируют свои шаги в ликвидации ИГИЛ и Ан-Нусры, способствуют урегулированию ситуации в Сирии. Во многом, благодаря именно нашим совместным усилиям, удалось установить режим прекращения боевых действий и распространить его на значительную часть территории Сирии. Участие России и Ирана наряду с Турцией в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане между представителями вооружённой оппозиции и сирийского правительства являются важным вкладом в дальнейшее продвижение мирного политического урегулирования в Сирии, содействуют межсирийским переговорам и соответствующему процессу под эгидой ООН в Женеве. Обсудили ситуацию в Афганистане, отметив значимость достижения в этой стране национального примирения. Россия считает полезным, что в ходе многосторонних переговоров, состоявшихся в феврале в Москве, Иран подключился к международным усилиям, нацеленным на запуск конструктивного диалога между афганским правительством и талибами. Наша страна также поддерживает намерение Ирана активнее взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества, что, безусловно, окажет благоприятное влияние на развитие ситуации в регионе. В свете предстоящего в этом году в Астане пятого Каспийского саммита сторонами была отмечена и целесообразность скорейшего завершения подготовки конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В завершении ещё раз подчеркну, что в целом переговоры были обстоятельными, результативными. Хотел бы поблагодарить президента Рухани и всех иранских коллег. Уверен, что достигнутые сегодня договорённости придадут новый импульс укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Я просил господина Президента передать самые научные пожелания духовному лидеру ирану Рухани. Нашему большому другу. Во имя Бога, милостивого, милосердного, я вначале хотел бы поблагодарить за очень тёплое и искреннее гостеприимство правительства Российской Федерации, также народ России. И я хочу от имени иранской делегации выразить признательность, а также и поблагодарить за то приглашение, приглашение её превосходительства, господина Путина, уважаемого Президента Российской Федерации, который был направлен в мой адрес и адрес моей сопровождающей делегации. На сегодняшних переговорах мы обсудили развивающиеся отношения между нашими двумя странами и были достигнуты новые договорённости для продвижения и поощрения наших торгово-экономических отношений в узком составе, а также и в расширенном составе. Отношения между нашими двумя странами с точки зрения экономики, с точки зрения роста торговли между двумя странами, а также с точки зрения роста туризма, свидетельствуют о развитии наших двусторонных отношений за последний год. И те решения, которые были приняты в последние месяцы, а также которые были приняты сегодня, как раз свидетельствуют о том, что мы в наших экономических отношениях и в культурных, а также в наушных своих отношениях находимся на пути всесторонного развития двусторонных отношений, двигаемся в сторону стратегических отношений, стратегических связей. Реализации принятий ранее решений между нашими странами для реализации строительства двух новых блоков в Найс-Бушере, а также и строительства ТЕЦ в Бендарабасе, а также и сотрудничество между нашими железными дорогами, а также электрификация железной дороги Гермсар и Чебурон, а также те договоренности, которые были достигнуты между нашими странами для развития торговли в сфере продуктов питания, селхозпродукции, а также в части промышленности, они реализовываются, и решения во время этого визита были приняты для новых направлений. И все эти сферы как раз говорят и показывают то, что в наших экономических отношениях между нашими странами мы находимся на новом этапе, это отношения находятся на новом этапе, это перешли от обычных к крупным и долгосрочным проектам. И мы для долгосрочной стратегии наших отношений принимаем точные решения. Также был обсужден вопрос транзит северо-юг и соединения Москвы к Бендарабасу, а также те привилегии и преференции, которые существуют на этом пути для торговли двух стран, а также для наших предпринимателей, а также усилия, которые предпринимаются между Ираном, Россией, а также и Азербайджаном. Предыдущая встреча этого треугольника прошла в Баку. И эти трехсторонние отношения будут продолжены на благо наших народов. А что касается наших отношений в сфере науки, культуры и туризма, те решения, которые приняты, а также и другие решения по технологиям, научно-исследовательским институтам и по нашим университетам, это все приведет к расширению и развитию наших отношений. Мы также обсудили формирование зоны свободной торговли между Ираном и странам-членов Евразес. Это тоже может способствовать расширению торговли у стран, входящих в Евразес и Ирана, и создать новые условия в региональной торговле. И на сегодняшних встречах мы также обсуждали региональные вопросы, мы обсуждали мир и безопасность в регионе, мы обсуждали установление более близких и тесных отношений между народами нашего региона, между региональными странами, мы обсуждали беспокойность, которая существует по отношению к Сирии и Йемену, а также и другим региональным странам, а также сотрудничество, взаимодействие, с которыми мы выйдем по борьбе с терроризмом. И эту борьбу мы продолжим до конца террористических действий во всем регионе. А также та встреча, которая прошла в Астане при сотрудничестве Ирана, России и Турции, и это тоже будет продолжено до тех пор, пока, чтобы народ с Сирии мог бы достичь своих национальных прав. Что касается международной повестки дня, а также тех тесных отношений, связей, которые есть между нашими странами, в частности, по реализации СВПД, то я должен сказать, что та помощь, которую Россия оказывала по достижению этой договоренности и по реализации СВПД, и сегодня помощь России по строительству АЭС и производству топлива, и сотрудничество, которое мы ведем в рамках международных норм и правил, в рамках МАГАТЭ, а также в рамках нашей договоренности по СВПД, это сотрудничество будет продолжено, и обе страны как раз подчеркивали укрепление и реализацию СВПД, а также и координацию нашего взаимодействия по мирным ядерным вопросам. Мы обсудили тему Каспийского моря, правового режима Каспийского моря, и те меры, которые должны быть сделаны в этой сфере для подписания документов на саммите. На саммите это была еще одна тема, которую мы сегодня рассмотрели, обсудили, и подписание сегодняшних документов свидетельствует о том, что мы находимся на пути развития наших двухсторонных отношений, мы двигаемся по этому пути, поэтому еще раз хочу поблагодарить его превосходительства господина Путина, президента Путина, а также министров российского правительства за гостеприимство, за теплое гостеприимство. Огромное вам спасибо. В частности, признано необходимым активизировать работу по реализации дорожной карты сотрудничества в торговле и промышленности. Отмечена важность создания благоприятных условий для встречных поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия, для развития межбанковских связей и использования национальных валют во взаимных расчетах. Обе стороны также высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Особое внимание уделили двусторонним проектам в атомной энергетике. Россия оказывает существенную помощь Ирану в этой области, причем наше взаимодействие осуществляется в строгом соответствии с международным правом, требованиями МАГАТЭ и с соблюдением всех положений совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы. Построенный Росатомом первый блок АЭС «Бушер» вышел на проектную мощность, стабильно функционирует и вырабатывает электроэнергию для иранской экономики. Ведется согласование документов для сооружения второго и третьего энергоблоков станции. Россия участвует в развитии других отраслей энергетики Ирана. Выделены государственные кредиты на общую сумму 2,2 миллиарда евро под финансирование строительства теплоэлектросанции «Сирик» на берегу Персидского залива и электрификации железных дорог на севере Ирана. Видим хороший потенциал для расширения взаимодействия в нефтегазовом секторе. Ведущими российскими компаниями достигнут ряд важных договорённостей по освоению крупных месторождений углеводородов в Иране. Наше государство сотрудничает в рамках форума стран-экспортеров газа, координирует усилия для стабилизации мировых рынков нефти. В ходе переговоров обсуждались пути расширения кооперации в машиностроении в сфере гражданской авиации. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, переговоры с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани, которые находятся в России с официальным визитом, прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Только что принято комплексное совместное заявление, подписан, как вы видели, солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что отношения России и Ирана носят действительно дружественный, уважительный характер. Наши государства всячески стремятся к укреплению многоплановых взаимовыгодных связей и нацелены общими усилиями вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень стратегического партнёрства. Договорились с господином Рухани и далее поддерживать между двумя странами интенсивный политический диалог, углублять российско-иранское взаимодействие в различных сферах, прежде всего в экономике. Мы с удовлетворением отметили, что в 2016 году товарооборот России и Ирана вырос более чем на 70%. Это по-настоящему хороший результат, принимая во внимание, что добиться его удалось в условиях нестабильной глобальной конъюнктуры и сохраняющейся волатильности на сырьевых и валютных рынках. В ходе встречи с участием руководителей ведомств и представителей крупного бизнеса были проанализированы возможности для дальнейшего наращивания взаимных товарных потоков и инвестиций, расширения контактов в области инноваций и новых технологий. В этой связи поставлены конкретные задачи перед двусторонней межправительственной комиссией и комиссией высокого уровня в научно-технической сфере. Позиции и сирийского правительства являются важным вкладом в дальнейшее продвижение мирного политического урегулирования в Сирии, содействуют межсирийским переговорам и соответствующему процессу под эгидой ООН в Женеве. Обсудили ситуацию в Афганистане, отметив значимость достижения в этой стране национального примирения. Россия считает полезным, что в ходе многосторонних переговоров, состоявшихся в феврале в Москве, Иран подключился к международным усилиям, нацеленным на запуск конструктивного диалога между афганским правительством и талибами. Наша страна также поддерживает намерение Ирана активнее взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества, что, безусловно, окажет благоприятное влияние на развитие ситуации в регионе. В свете предстоящего в этом году в Астане 5-го Каспийского саммита сторонами была отмечена и целесообразность скорейшего завершения подготовки конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В завершение ещё раз подчеркну, что в целом переговоры были обстоятельными, результативными. Хотел бы поблагодарить президента Рухани и всех иранских коллег. Уверен, что достигнутые сегодня договорённости придадут новый импульс и укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Я просил господину президента передать самые научные пожелания духовному лидеру Ирана. во имя Бога милостивого и милосердного я вначале хотел бы поблагодарить за очень тёплое и искреннее гостеприимство правительства Российской Федерации, также народа России. Я хочу от имени иранской делегации выразить признательность, а также и поблагодарить за то приглашение, приглашение её превосходительства господина Путина, уважаемого президента Российской Федерации, который был направлен в мой адрес и адрес моей сопровождающей делегации. На сегодняшних переговорах мы обсудили развивающиеся отношения между нашими двумя странами и были достигнуты новые договорённости для продвижения и поощрения наших торгово-экономических отношений в узком составе, а также и в расширенном составе. Отношения между нашими двумя странами с точки зрения экономики, с точки зрения роста торговли между двумя странами, а также с точки зрения роста туризма, свидетельствует о развитии наших двусторонных отношений за последний год. И те решения, которые были приняты в последние месяцы, а также которые были приняты сегодня, как раз свидетельствуют о том, что мы в наших экономических отношениях и в культурных, а также в наушных своих отношениях находимся на пути всесторонного развития двусторонных отношений, двигаемся в сторону стратегических отношений, стратегических связей. Реализации принятых ранних решений между нашими странами для реализации строительства двух новых блоков в Найс-Бушерии, а также строительства ТЕЦ, в Бендараббасе, а также сотрудничество между нашими железными дорогами, а также электрификация железной дороги Гермсар и Чебурон, а также те договоренности, которые были достигнуты между нашими странами для развития торговли в сфере продуктов питания, селхозпродукции, а также в части промышленности, они реализовываются, и решения во время этого визита были приняты для новых направлений. И все эти сферы как раз говорят и показывают то, что в наших экономических отношениях между нашими странами... На повестке дня возможны поставки в Иран современных среднемагистральных самолетов типа Сухой Супер-Ж-100, а также вертолетов для санитарной авиации страны. Договорились с иранскими партнерами всячески поддерживать развитие прямых связей между регионами двух стран. Провести до конца этого года в Астрахани российско-иранский форум межрегионального сотрудничества. Большое значение России и Иран придают наращиванию взаимодействия в области культуры и образования. В десяти иранских университетах созданы кафедры русского языка и литературы. В текущем году иранской стороне выделено 92 стипендии за счет средств российского бюджета. Еще 82 иранских студента поступили в ВУЗы России на платной основе. Расширению контактов между людьми способствует соглашение об упрощении условий взаимных поездок граждан двух стран. Только в прошлом году количество выданных иранцам российских виз увеличилось на 73%. Уверен, что реализация подписанного сегодня соглашения о безвизовых групповых поездках обеспечит дополнительные условия для активизации туристических обменов между нашими странами. Естественно, на нашей встрече с господином Абрухани затрагивались и актуальные региональные международные проблемы. Отмечу, что позиции наших стран по многим вопросам мировой политики довольно близки. Считаем важным и далее укреплять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Россия и Иран координируют свои шаги в ликвидации ИГИЛ и Ан-Нусры, способствуют урегулированию ситуации в Сирии. Во многом, благодаря именно нашим совместным усилиям, удалось установить режим прекращения боевых действий и распространить его на значительную часть территории Сирии. Участие России и Ирана наряду с Турцией в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане между представителями вооружённой обороны